Отвечаем на самый часто задаваемый вопрос, поедем мы в этом году в отпуск куда-нибудь на каникулы или нет. И вместо маски его отправили в больницу делать тест. Капец, это как теперь снимать? Где это снимать? Вот так стирает. Начинает! Давайте миритесь. Кто там пришел? Ну-ка давай дверь открывать. Всем привет, ребят. Снимаем влог сегодня, понедельник. Девчонки, в школе. Боните сюда. Ты не представляешь, какая грязная Каролина. Там эта тетика в этаже. Это кто? Все дети такие. Это кто вообще? Я тебя не узнаю. Ты где была? Я Валь. Каролина, что с тобой? Это что такое? Видите, рюкзак, грязная куртка, все грязно. Вы что делали там? А голова? Голова вся в грязи, кошмар. Все такие грязные. Они что, в грязи купались, что ли? Я понять не могу. А что вы делали? Вы прыгали с трамплина в грязь, да, наверное? А что делали? Капец, это как теперь снимать? Где это снимать? Мама, там три пасухи. Куртка, это вообще кошмар. Давай, иди. Садись. Вы посмотрите, это как нужно гулять. Ты что сделала с ботасами? Ой, кот, я сейчас... Я сейчас... Будем взять рюкзак. Будем взять рюкзак. Это ужас просто. Смотрите, все, сейчас тоже там. Снимай все и иди в душ. Я смотрю на улицу, я там вижу... Вот так стираю. И у нас такого не было раньше. Здесь, я так понимаю, что здесь такое принято, да? Ходить с детьми в лес и вот так вот развлекаться. Это нормально для них. Это вообще совершенно нормально. Просто я так это восприняла, потому что, ну, я это первый раз слышала. Сейчас вижу. Как бы Маргарита была в садике. Ну, тоже шли в лес. Ну, они ходили в лес, но они такого не делали, да. Они нормально, как бы гуляли. Ну, чтобы валяться и в грязи вот это все. Такого не было. Когда мы раньше пошли в лес, они нам говорили, только попробуйте это... Упасть в грязь, да? И вам, наоборот, не дало, не разрешали. Ну, а тут совсем по-другому, видите? Тут детям прям разрешают. А ты что говорят? Только попробуйте не испачкаться. А тут детям разрешают. Вообще капец, конечно. У меня будет волос. Это значит, завтра они опять идут? Да. Всю неделю. Всю неделю вот так вот до конца недели она будет приходить в грязи. А, ну, завтра солнышко будет. Завтра солнышко. Так и рано тоже будет. Будем бассейн спускать? Или завтра еще будете купаться? Завтра еще размыло. Завтра? Нет. Я хочу вообще убрать, потому что до конца недели. Вот завтра солнышко будет, а потом будет до конца недели дождь. Маргарита, до конца недели будет дождь. Только завтра будет солнце. Я хотела открыть траву, чтобы немножко трава подышала. Ну, завтра тепло будет. Завтра будет солнышко. Рюкзак, Маргарита, твой. Капец. Опа-ля. Папка на работу уходит. Столик собираем. Дождик, что ли, опять пошел? Да, дождик капал. Бонь, что она там грызет? Бумагу она грызет какую-то. Дай сюда. Что это такое? Тут все упало. Кому сегодня в обед? А? Нет? Маргарита, тебе? Маргоша, тебе в обед? Да. Тираешь свои эти башмаки. Спиртом, что ли? Да. Смотри, я уже посидела. Знаешь, чем хорошо? Мицеллярной водой, которая для лица, которой очищаешь макияж. Говорит, хорошо. Помогает? Да, попробуй. Угу. По-моему. Должно оттиреть. Вот эта резина, она очень быстро загрязняется. Ух ты. Вчера, да? Да. Угу. Как новенькие. Так что, если что, пробуйте чистить мицеллярной водой. И смотрите, как очищается хорошо. Подошва белее, чем вот здесь. Атаковали нас сегодня комарики. Так долго мы радовались, что здесь комаров нет. И все. И вот сегодня ночью Макса покусали аж за глаз. Ну-ка покажи. Вот смотрите аж. Закрой глазик. За глазик даже укусили. Раз, два, три, четыре, пять, шесть раз. Да, вот. Но Ксюшу, слава богу, не покусали. Ксюше повезло. Если бы Ксюшу покусали, у нее бы уже все вздулось. Там у нее же аллергия. Еще нашел? Еще нашел. У нее же аллергия на укусы, поэтому... А, это было больно. Что? Надевать? Я сильно бы так сильно оттянула. Не щелкнул пальчик? Нет. Это, вон там. Осторожно. Разрешили твоим одноклассникам ночевать в школе? Да. Всем? Всем разрешили? Да, всем разрешили. Но некоторые... Я, я, там, я... Но с пятиклассников разрешили. Уна, уна, уна. Где пятиклассник он не хотел? Сам не захотел? Да. Давай, давай. Рюкзак? Нет, он у меня в школе. В школе? Ну, давай, пока. Книжку дашь. А, ты книжку дашь. Я ее длиннее, что у меня ее... Сразу вернешься? Да. Я ее длиннее останусь. Давай, давай. Это, а я дольше. Пока. В библиотеку? Угу. Все, пока, мама. Пока. Пока, мама. Ребят, папа наш вернулся домой. Нет, папа вернулся. Ой, у тебя все еще это... У нее ухо аж в земле. Иди лучше в душ. Иди в душ. Привет. Папа вернулся домой. В общем, ребят, ситуация такая. Пришел папа на работу. У него заболело горлышко. Он попросил маску. Поздал, дайте мне маску. А то что-то у меня болит горло. На него все так посмотрели. И вместо маски его отправили в больницу. Делать тест. Представляешь? Так что папа будет... Он что, сейчас поедет? Нет, он сделал термин у него на завтра. Завтра утром он поедет делать тест. Так как у нас в семье четверо детей. И они так подумали, что мало ли, может быть, он от нас, не знаю, от вас заразился. А там рабочих-то много. Вот. Да, у нас опять идет на повышение. У нас вторая волна начинается. Заражения новые. В бассейне? А не холодно? Как хотите. Купайтесь сегодня, завтра. Ой, холодно. Маргарита, мне кажется, вы не будете... Ой, холодная вода. Нет, мне кажется, вы не сможете. Нет. Если только горячую воду принести. Это ужасно. Потому что здесь ветер еще прохладный дует. Мам, помоги мне там вот это за горой. Я не знаю, как это будет. Чтобы солнышко, так солнышко вон будет. То прячется, то не прячется. Вот, смотри, облака летят, Маргош. Мне кажется, холодно будет. Лучше завтра. Да. Смотри, ветер какой. Я тут таскаю горячую воду им. Они решили купаться. У Маргарите вообще все равно. В какой воде купаться? Ей лишь бы купаться. Немножечко потаскала горячей воды. Ну, не знаю. Мне кажется, вообще вода не согрелась. Хочу приготовить индюшку с помидорами и с грибочками. Сейчас разморозится. Забыла вытащить. Немножко водичкой тепленькой. Что, все, накупались? Каролина, все, купаться не будешь? Нет, соленая. Давайте. Иди, Маргарит, переодевайся. Сушись, иди. Больше купаться сегодня не будете. Нет. Нет? Каролина. Ты? Ты кто? Тоже комары покусали, смотрите. Ага. Мы уже поужинали. Одни вот такие вот у меня получились. С помидорами и с грибами. А тебе без ничего просто курица с сыром, потому что детвора наши не ест грибы. У тебя глаз прям смотреть не могу, жалко тебя. Потому что глазик у тебя такой грустный. Папа завтра поедет в больницу. Не знаю, будет тест, не будет делать тест, но на работе сказали, его отправили, чтобы он тест сделал. Поэтому посмотрим. Иди, иди. Иди гуляй. Я хочу проверить, высохла одежда или нет. Ой, нет, не высохла. Нужно дома посушить. Но башмаки точно не высохнут. Нужно дома посушить. Сушилку сейчас брошу, потому что Каролина завтра опять это наденет. Так как они опять пойдут в лес. Пойдешь со мной? Да. Пойдем. Нужно пойти в подвал и найти сапоги для Каролины. Я пойду тебе сапожки искать. Идем искать сапожки. Резиновые. Потому что я думаю, там в лесу так же грязь будет. Ты куда пошел? Ты уже не туда пошел. Ой, что-то мы опять босиком. А пол холодный. Пол холодный. А пол-то холодный, Макс. Так, вот. Где-то я прошла дальше, чем надо. Все, вот я нашла ботиночки ее. Пойдемте. Все, пошлите. Там есть наши. Черные, да. Зачем вам нужны? Есть. За нами пошли. Зачем? Мы быстренько нашли. Где Кики, Бонни? Где Кики? Она миску зарыла. Так она... Она всю еду оттуда вытаскала. А ты раскопай. Бонни, где Кики? Вот она. Она прям под ней сидела? Ты что, икаешь? Вот эти вот она хлопья любит кушать. Вот я, Бонни. Боже, какие они. Вот эти зелененькие. Вот такой. А три. Бонни, Кику себе эти не нравятся. А Кики, наоборот, нравятся вот эти цветные, а зелененькие не нравятся. А Бонни нравятся зелененькие, да, Бонни? Отвечаем на самый часто задаваемый вопрос. Поедем мы в этом году в отпуск куда-то, каникулы или нет, то отвечу вам. Скорее всего, нет. Потому что, ну, сами понимаете, да? Коронавирус. Коронавирус. Поэтому папа не хочет. Нам очень хочется, я очень хочу, но... Ну, сейчас говорят, что он, вроде как, вторая волна начнется. Поэтому где-то вот как раз в июле, в середине лета. Вот, поэтому... Поэтому, ребят, мы, наверное, останемся все-таки здесь. Может быть, мы где-нибудь здесь поездим, в какие-нибудь интересные места, где мы еще не были. Вот. Грустно, конечно. Так прям хочется, да? Чего-то не хватает. Прямо такое ощущение, что вот нужно что-то сделать, что мы всегда делаем. Вот. Очень хочется, конечно, поехать. Ну, так вот. Очень-очень сильно. Так, получили. На море не получится поехать. А если бы мы бы поехали бы? Мы бы Бонюку с собой взяли? Ну, да, только нужно было бы ей таблетки покупать от укачивания. Потому что ее укачивают в машине. Да. И я не знаю, выдержала бы она столько. Ну, выдержала, конечно, но просто ей нужны были бы специальные таблеточки, потому что ее укачивает. Она тут до центра города не может доехать нормально. А почему для меня этот бредочек? И, кстати, Маргариту и Ксюшу тоже почему-то стало укачивать, да? Да. Или Ксюшу только? И меня. Девчонок тоже стало укачивать. Раньше все нормально было? Я сказала по велоскрату, потому что мы долго не ехали на машину. Ну, наверное, да, то, что мы очень редко ездим на машине, поэтому, может быть, из-за этого. Она что-то просит. А, Анна, ты йогурт мой хочешь? Нет, вот когда я съем, я тебе дам баночку облизать, ладно? Хорошо? Я тебе дам баночку облизать. А видишь, ты меня кусаешь, еще хочешь, чтобы я тебе что-то дала. Вот ты какая. Нет. Ну, представь собаки. Смотри, смотри. О, смотри, кто вышел. Мама, смотри, кто вышел. Вот это вышел. Бонни, кто там? Кто там? Она уже с ней пообщалась. Кики. Ааа, кто это? Кики вышла на разведку. Ты водичку проверяла, а льется водичка? Я же не поменяла. Смотри, кто там. Бонни, где Кики? А? Где Кики? Вон Кики. Смотри. Кики. Кики. Начинает. Их махнет. Давайте, миритесь. Миритесь, сказала. Мирись, мирись, мирись. И больше не дерись. Давай. Ааа. Все, помирились? Да. Ну, все. Ладно, у них особенный ритуал мирения. Все, пока. Будете спать сегодня в одной комнате. Пока. Вот так. Быстро помирились. Быстро поругались. Быстро помирились. Все, пока. Давайте. Все, спокойной ночи. Пока. Все, спокойной ночи, девочки. Пока. Нет, пока. Ты там будешь спать. Этих тоже не заставить спать. Махачи, махачи, махачи. Махачи, махачи. Субтитры сделал DimaTorzok